Всем доброе утро! Я сейчас собираюсь в гости и покажу, какие я с собой, ну, такие маленькие подарочки беру с собой. Еду я к Свете. Соня, уйди. И туда тоже приедет Люда. И для Люды тоже кое-что. Светы вот такой зайка. И для Светы, вот так, для Светлана собачки вот такая вот игрушка. Это я покупала и Соньке такую, и для Светлана собачки. Это еще я покупала в декабре, по-моему, в декабре или в начале января. Вот. И Светлана собачки еще будет вот такая вот курточка, которую я покупала для Соньки. Я ее тут маленько переделала. Она теплая, зимняя. Но она чуть-чуть, Соньки, все-таки большеватая. Поэтому я ее предложу, я, вернее, уже предложила Свете. Она сказала, вези. Мы померяем для ее собачки это. Кстати, вот эта вот надпись, девчонки, это написано «Добро пожаловать». Когда Марселька, когда мы Марсельку забрали с больницы, мы ему комнату сделали шарики такие, приготовили такие шарики были с сердечками, три штуки. Потом один шарик, где было написано, что мы тебя любим. И вот эту вот надпись мы повешали. «Добро пожаловать». Марсельке это очень понравилось. У нас с больницы пришел и шарики, и надпись. Я знаю, можете написать, ребенок, 17 лет. А мне было приятно сделать такой подарок, и я хотела сделать именно такой подарок. Это я хотела. Эти шарики, это у меня прям вот… Ну, Сонь, уйди. Вот прям вот это вот… Если мне что-то хочется, то я это делаю. И я знаю, что Марсельке это очень было бы приятно. Понятное дело, там, не знаю, до дня рождения я бы не украсила бы ему комнату там шариками и позвала гостей. Но в этот момент была такая ситуация, когда вот он был вот в таком состоянии. И мне хотелось сделать ему так, что мы рады, что все хорошо, что закончилось именно так. И вот так вот мы высказали вот так вот нашу вот такую любовь, ожидание, то, что он наконец-то дома. И вот мы сделали шарики и такую надпись. Так, теперь маленькие подарочки для Люды. А что-то получилось. А не, у меня один подарочек для Светы, а тот для собачки. И вот для Люды. Это вот такой вот брелок на ключи от дома, на ключи от машины. Здесь написано «Липсты Ома». А знаете почему? Потому что Люда стала бабушкой. Теперь это не Люда, а Баба Люда. Так что, Люда, это вот тебе сегодня получишь. Ну, будешь смотреть видео, ты уже это получила. Вот. И вот такой вот маленький подарочек для Людиного внука. Такая маленькая игрушка. Я думаю, тоже будет приятно. Ну, все. Сейчас, в общем, я переодеваюсь. Беру эти с собой все подарки. Все вот эти вот. И еду к Свете. Кто там? Кто там? Коти-батюшки. Монстр маленький. Пошли. Эй, да. К сожалению, вот такое вот маленькое, коротенькое видео получилось от Светы. И то это Света видео сама делала. Потому что я свой телефон забыла дома. Поставила заряжать. И, в общем, уехала. Схватила эти вот подарочки маленькие. И, в общем, да. В общем, забыла дома телефон. Поэтому потом приехала домой. Попросила Свету. Света, хотя бы собачки Кири по мере. Это вот курточку вот эту, чтобы хотя бы просто заснять, посмотреть и показать, как она на ней сидит. Так что, как-то так получилось. А сзади меня стоят мои чемоданы. Помните, я у вас спрашивала, какие купить чемоданы? Какие лучше? Пластиковые, силиконовые или вот такие вот тряпочные? Ну, чтобы обязательно было четыре колесика. Вот такие чемоданы я купила. Купила я у нас их в магазине Глобу. Сейчас я вам их покажу. А не просто-просто конфетка. Купила серый это мужикам. Ну, и себе вот такой вот. У вас он, ну, по сравнению с вот этой вот, конечно, он выглядит как красный. А на самом деле он такой вишнево-бордовый такой. Больше к темно-розовому что-то под вид такого. Вот, смотрите. Это было Панги Боту. Вот она вот эта фирма. Меня не спрашивайте. Я в них не разбираюсь, что за фирма, что как, не знаю. В общем, самый большой. Стоил 180. Сейчас за 109. Вот я купила один большой, который 109. И купила один за 100, который был раньше за 170. Маленький за 80, который я брать не стал. Я вам сейчас расскажу, как мы тут с Ромкой смеялись насчет вот этой вот суммы 79. Значит, приходит вот эта вот рекламка. Я Ромке говорю, Ром, смотри, чемоданы такие, как мы хотели. Все-таки я больше прислушивалась к тем мнению, кто говорил, что лучше покупать тряпочные. Поэтому я и взяла тряпочные. Я говорю, смотри, такие я хочу. Четыре колесика. Про цену не говорила. Цена здесь стоит 80, но с начинается с такой суммы. Если с ап, то значит начинается с такой цены. Он просто посмотрел, говорит, да, хороший чемодан. Если это самое, то возьми. Все. Сумму он тоже приметил 80. Ну и ладно. Я домой, значит, приехала. Показываю ему чемоданы. Он говорит, чемоданы классные, здорово все. Сидим, значит, потом что-то это. И звонит мне, не, пишет мне. А, отправила я эти чемоданы Маринке. Маринка мне пишет, сколько они стоили. И я ей отправляю голосовое сообщение. А рядом сидит Ромка. Я ей говорю. Большой стоил, значит, большой стоил 180. Я его купила за 109. Вот этот вот стоил 170. Я его купила за 99. И боковым зрением вижу, как Ромка вот так медленно на меня поворачивает голову. Мы с Маринкой это все обговорили этими голосовыми сообщениями. А Ромка мне потом и говорит. Я вообще-то, говорит, заметила только вот эту вот сумму. 79,99. Я говорю, Ром, ну это самый маленький стоит. А большие цена на них не была написана. Но если ты хочешь, говорю, если тебе так будет удобнее и легче, я могу вот здесь. Вот здесь же тоже стоит цена. Вот на вот этих вот. Вот здесь 99 стоит. Вот здесь 109. Я говорю, хочешь, я могу исправить, написать 79. Если тебе так будет легче. В общем, вот так вот с ней посмеяться. Конечно, он никогда не против, он ничего не запрещает. Но просто вот эту вот сумму, сравните, да, 80. То есть я дала почти, чуть больше 200 ойро, да? Да. Вот. Начну со своего 99. Вот видите, уже другой совсем цвет. Вот здесь он делается шире, раздвигается. Вот здесь просто открывается. Здесь неглубокий карман. Здесь тоже. Вот здесь. А, здесь еще бумага надо вытащить. Здесь до конца. Вот. Вот здесь, повторюсь, это все делается шире. Очень. Вот смотрите, вот так. И потом раз, сколько много места. Так, теперь раскрываем. И серый, он точно-точно такой же. Абсолютно такой же. Вот. Здесь вот такие вот штуки есть. Ярко-оранжевые. И вот здесь открывается здесь сетка. Было бы вообще оптимально, если сетка была здесь тоже. Но здесь вот она вот такая вот одна. Здесь инструкция, как пользоваться этим замочком. Вот. В общем, вот такие вот теперь у нас чемоданы. Я очень довольна. Вот прям очень-очень-очень. Он такой легкий, такой классный. Катать можно по-всякому. Вот, повторюсь, да, что он абсолютно такой же. Серый, точно такой же. Я думаю, возьму себе вот этот вот бордово-розовый. Даже не знаю, как это. Мне кажется, мы с ним даже неплохо смотримся. Сейчас я застегну, девчонки. Он очень легкий. Гарантия 5 лет, девчонки. На него гарантия 5 лет. Красота. Все. Можно теперь использовать. Приехала сейчас к хирургу. Забыли мы на той неделе карточку с собой взять. И поэтому нужно было сегодня ее завести. В общем, вот. Сейчас завезла. Припарковалась здесь, где парковаться вообще нельзя. Поэтому я быстро-быстро. Знаете, куда я сейчас еду? Я еду делать реснички. Я буду наращивать. Ну, как наклеивать. Знаете, вот на каждую волосинку наклеиваешь искусственную. Такое забыло, как это называется. Забыла. В общем, реснички я их делала раньше. Делала примерно, наверное, подряд года 3. Сейчас вроде бы есть какие-то другие, более натурально. Я сейчас делаю один раз. Если я пойму, что мне нравится, буду делать постоянно. И сегодня мне еще она будет делать губы. Увеличивать ни в коем случае, потому что у меня губы свои. Объем у них нормальный. А она мне придаст чуть-чуть цвет и контур губам. Так что, девчонки, я поехала. Реснички это вообще без проблем. А вот что-то губы я маленько побаиваюсь. Потому что кто как говорит. Кто говорит, что больно. Кто говорит нет. И что-то как-то. Глаза, брови. Это вообще без проблем. А вот губы что-то мне прям как-то страшновато. Не пугайтесь. Девчонки, я сама испугалась. Вот эта вот опухлость, это все пройдет. Останется только цвет. Но он такой более... Не такой яркий будет, как сейчас. Сейчас они, конечно, все опухшие. Мне непривычно. Мне кажется, на них что-то наклеено. В общем, как-то так. Я к ней пришла. Цвет это мой. Я такой цвет хотела. Мы подобрали. Все, она сделала. А у меня же брови серые. Она все хочет исправить мои брови. Ну, как от старого. Кто мне делал? Она говорит, сейчас можно делать... Ну, попробовать. По крайней мере, можно попробовать. Оранжевый цвет такой сделать. Или рыжий, что ли. И перекроет... Попробуем перекрыть мою серость. Ну, в общем, мы еще и брови сделали. Таким рыжеватым. Ну, и реснички. Как я говорила, что реснички это пробные. Для меня, как я их вижу, для меня они сильно вот такие вот закрученные. Мне это не нравится. Это пробные. И на следующий раз мы сделаем другие. Более такие вот вытянутые вот сюда. Ну, а пока, девчонки, как-то так. Опухоль вот этого... Ну, не опухоль, а припухлость через 3 дня пройдет. И будет моя форма. Я не увеличивала. Будет просто моя форма. С чуть-чуть розоватым оттенком. Контур губ будет более выражен. Принимаю все высказывания. Все ваши... Как это сказать? Нравится, не нравится. Принимаю, выслушиваю абсолютно все. Пока. Продолжение следует...